Всем привет, с вами Михалыч. Сегодня мы немножечко поговорим о том, как сделать так, чтобы в туалете у нас был свежий воздух. Всегда. Вот наш туалет. Я вам показывал, как я его строю. В принципе тут вполне комфортно, замечательно все это дело. И для того, чтобы он был постоянно свежим воздух, мы делаем вот такие вот отверстия. Вот смотрите, видите там наверху? Вот видно, да? Вот оно, это отверстие. С этой стороны, потом с этой стороны. Они делаются непосредственно под крышей, для того, чтобы... Вот видно тут наверное, да? То есть, чтобы ни вода не заливала туда, ни снег не заносил, ничего зимой. Ну, в то же время с наружной стороны, потом можно будет закрыть все это дело. Есть такие решеточки, продаются там по 15 рублей в магазине. То есть, поставьте, все будет в порядке. Чем я делаю эти отверстия? Значит, ребята, есть вот такой вот инструмент. Да? Вот. Сверло. Ну, и такая вот лерочка, или как она правильно называется? Честно говоря, я даже не знаю. Вот. У меня их целый набор, но если у вас и этого нет, можно просто насверлить обычным сверлом с десяток отверстий в одном месте и закрыть это декоративной решеточкой. Ну, эта штука работает вообще великолепно. Я хочу вам просто показать. Одно специально оставил. Вот и все. Отверстие у нас готово. Видно, да? Пошел солнечный свет. Вот. Таким образом у нас происходит постоянная вентиляция, значит, самого помещения внутри. Плюс, к всему, я еще сделал два дополнительных отверстия. Вот здесь вот это вот, которое мы сейчас с вами просверлили. Отверстие, да? Ну, здесь поставлю потом декоративную решеточку. Вот эти вот отверстия я просверлил ранее до того, как. И эти отверстия соединяют именно с самой согребной ямой. Здесь уже поставлю решеточки. Вот. И все. То есть у меня получается полная вентиляция этого помещения. Водух всегда свежий. И все достаточно комфортно. Вот такие вот дела, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь.